обычный драйвер mongodb native работает на уровне документов то есть чтобы вставлять как что-то в базу я должен дать документ то есть такой простейший объект поискать из базы окей задаю условия получают тоже простейшие объекты но в реальной жизни мне обычно хочется объявить некоторые классы например класс юзер у него будут какие-то поля у него будут какие-то условия на них некоторые поля уникальные скажем некоторые поля подчиняются правилам валидации у этого класса юзер будут свои методы и кроме того мне хочется сохранять юзеров из базы и искать их для того чтобы было удобно это сделать мы в дальнейшем будем пользоваться не вот таким низкоуровневым драйвером mongodb native а специальным модулем который называется mangoes этот модуль с одной стороны бывает не столь эффективен как mongodb native потому что в нем нет некоторых тонких нюансов и возможностей но с другой стороны он высокоуровневый и позволяет оперировать полноценными javascript классами давайте поставим этот модуль npm install mangoes и дальше скопируем вот этот пример прямо вот сюда вместо create db тут же мы видим уже некоторое отличие mangoes подключаем mangoes connect и дальше некоторые команды то есть мы не ждем подключения к базе данных с мангузом это совершенно нормально потому что мангуз эти команды запоминает и когда подключение будет установлена то он их выполнит более того если соединение будет потеряно то мангуз такая опция по умолчанию включена переподключиться к базе данных и опять же выполнить все эти команды на практике если нам хочется построить надежный сервис то мы обычно делаем кластер баз данных и таким образом мангуз подключиться к той которая в данный момент работает ну нам это сейчас не очень актуально сейчас мы займемся работой с классами для того чтобы наш класс умел сохраняться в базе и искаться в ней нам нужно объявить его специальным образом при помощи мангуз модул такой класс называется моделью он имеет имя и описание полей в данном случае одно поле name строка обращаю ваше внимание в качестве типа могут быть не только стандартные дьявоскриптовые типы но и различные типы которые предусмотрены базой mongodb вот тут их гораздо больше в частности дата регексп видите object id специальные бинарные данные и так далее соответственно теперь если я создаю новый объект такой то мангуз во первых проверяет соответствие вот эти ход полей вот этим то есть если я сделаю какой-нибудь тест 2.5 то мангуз проконтролирует чтобы это поле не попало в объект вот так вот запускаю его что мы видим теста нету но зато есть айди этот айди был сгенерирован автоматически это опция по умолчанию конечно же можно было назначить его самому а теперь сделаем то ради чего мы вообще создавали эту мангузовскую модель а именно сохраним нашу kitty в базе данных kitty.save kitty.save запишет этот объект без поля тест конечно же в коллекцию с названием cats название коллекции генерируется вот по этой строке как бы во множественном числе буква s добавляется когда произойдет сохранение вызовется callback аргументы тут как всегда первая ошибка если она была ну и дальше kitty и эффект вот это на самом деле тот же объект что и вот это просто для удобства тут колбеке находится аффект от количества измененных записей давайте посмотрим консоль лог аргумент сейчас мы сохраним объект и посмотрим что с ним было до и что станет после сохранения раз и так до была вот такая вот kitty а после смотрите добавилось еще одно поле подчеркни подчеркивание в это поле нужно для версионирования который мангуз автоматически применяет при обновлениях под документов массивов здесь она нам пока не нужно если интересно поищите в гугле мангуз вершине и вы найдете эту тему на этом этапе с одной стороны все более-менее должно быть полятно вот объект какой-то вот у него поля вот он сохраняется с другой стороны мы же говорили о том что работать будем полноценными классами а тут какой-то объект какие-то свойства а как не умеет это добавить для того чтобы создать объект полноценными методами нам понадобится разбить вот это объявление на две части первый из них будет называться схема схема равно мангуз схема и здесь name string и схема . methods например мяу в данном случае скоро мы перейдем к юзером она будет выводить здесь get name вот таким образом я могу получить поле дальше я создаю мангуз моду точно также но вместо простого объекта я указываю схему ну ка сделаем так ките сэйв запустим работает простейший пример работает давайте теперь интегрируем мангуз с нашим основным приложением для этого мы в конфиге первым делом зададим вот это вот строку соединения сделаем опцию мангуз дальше мангуза будут настроечки в данном случае вот так вот чат кроме того мангуза могут быть различные опции для примера поставим вот так но тут могут быть самые разные настройки более подробно смотрите документации что есть дальше для того чтобы работать с мангузом создадим lips мангуз с именно этот файл все будут люди для работы с мангузом он будет создавать как раз мангуз соединяться вот так вот конфиг точка гэт дальше обратить внимание мангуз двоеточие ури то есть я так получаю под объекты через двоеточие это синтаксис nconf и мангуз options для возможных более гибких настроек и модуль экспорт мангуз теперь создадим специальную директорию models в этой директории будут храниться модели то есть объекты для работы с данными сейчас я для экономии времени вставлю заранее подготовленный фрагмент кода здесь у меня есть схема которая объявляет объекты с полем юзернейм обратите внимание теперь они просто пишут тип как раньше стринг а я объявляю вот так вот тип и дополнительные свойства данном случае unique то есть это юзернейм будет уникально в базе данных может содержаться только один юзер данным именем и рекуарта что это поле обязательно должно быть при этом мангуз сам не будет проверять unique это будет проверять база данных мангуз создает уникальный индекс причем он создает их не сейчас а он создает когда я модель делаю как только я объявляю модель то он создает все индексы которые нужны для поддержки схемы дальше я объявляю hashed password is sold это нужно для защиты пароля лучший это стандартная криптографическая техника тут нет ничего собственно мангузовского или даже ноут джессовского но здесь я использую некоторые специальные вещи для того чтобы проще было ее реализовать а именно у юзера есть как бы поле password как бы означает что я объявляю схема . virtual password поле которое объявлено таким образом можно поставить то есть я смогу вызвать юзер . set password при этом выполнится вот эта функция или можно получить вот так вот при этом выполнится вот эта функция но само значение которое здесь могу передать вот она базе данных сохраняться не будет поэтому говорят виртуальное поле а в базе данных будет сохраняться значение sold и hashed password то есть некоторый случайный ключ и результат криптографической функции вот шадин салт плюс пасворд если интересно посмотрите про это салт пасворд погуглите и вы найдете что такое зачем это надо и как осложняет жизнь хакером ну а здесь мы продолжим работать с мангузом соответственно вот у нас модель и таким образом я могу и попробовать создать давайте сейчас я запущу это и посмотрим что из этого выйдет раз упс создать то не получилось давайте и в р р р для наглядности еще раз перезапускаю во мангуз проверил нашего юзера и нашел что юзерным у него есть а еще что тут солд солд же тоже должна быть и вот это должно быть нужно еще пароль поставить давайте я так и сделаю password secret перезапускаем отлично видимо нас все-таки сохранилась ошибок нет давайте теперь посмотрим что у нас в базе данных user . find one найти одно значение у которого юзерный будет тестер и мангузы могут указать колбек тестера вот выведем сюда ну-ка ага смотрите я перезапустил и она теперь опять не хочет сохранять потому что тестер такой уже есть тестер то объявлен уникальным вот юзерным таким образом давайте мы сейчас делаем вот так вот просто посмотреть тестеры по-быстрому вот и мы видим что у нас базе данных имя тестер и тут специальным образом зашифрованный пароль